Привет. Мы с вами находимся в Серебряном Бору. Усеверный город Полуостров, на котором находится лесопарк Серебряный Бор, одноименный. И здесь, в этом лесопарке, проходит Таманская улица центральная, на которой мы с вами недавно были. От этой Таманской улицы проходят четыре линии Хорошевского Серебряного Бора. Линии это практически четыре улицы и центральный поезд Хорошевского Серебряного Бора. Ну, по сути дела, это не линия, это просто улица, но названы они линиями, да, такое странное немножко название для Москвы, ну, в принципе, тоже в посёлке Северное тоже есть такое название линии, как бы улицы названы линиями, ну, по сути, они не линии, это просто улица. Ну да, они как бы немножко имеют такой вид, как будто прямые проходят, без тротуаров, кстати, да, вот такие вот улицы, ну, довольно такие узенькие, действительно, на улице может быть немножко чуть не похоже, но по сути, ну, как в деревнях, в общем-то, так, практически везде, то есть, такие вот небольшие улицы идут как раз между разными там участками, владениями, так что, по сути дела, ничего тут такого, в принципе, обычно такие улицы как бы сельские. Вот, это район Хорошево-Мневники, проходит эти четыре линии, центральный проезд от Томановской улицы дальше до берега Москвы-Реки. Все эти здесь линии проходят в лесопарке Сребряный Бор, на искусственном острове, вот этот одноименном, да, окруженном со всех сторон Москвы-рекой и соединяющим с другими районами Москвы-Хорошевским мостом, ну, или живописным мостом, да. Вот, линии проезд, они все с двухсторонним движением автомобильного транспорта, по одной полосе в каждом направлении, хотя они довольно узкие, даже двум машинам тут довольно трудно разъехаться, но движение здесь очень незначительное, потому что есть только те, кто здесь живет. Вот, ну, и надо сказать, что также въезд автотранспорта на территории Сребряного Бора, он фактически очень сильно ограничен, только через КПП, идет и только по пропускам, там такое объявление висит, что есть только по пропускам, то есть, кто там живет, или, может быть, гости приехали, но имеет какие-то проба на то, что объехать сюда, а просто так туда вот не попадешь, поэтому движение по Сребряному Бору, оно довольно такое ограничено автомобильное, ну, а пешеходно-свободное движение. Вот, длина первой линии составляет 600 метров, второй 900 метров, третий почти 2 километра, ну, а четвертый чуть более даже 1 километра. Ну, линии проезд были названы в 350 году, понятно, по расположению в части Сребряного Бора, относившейся к подмосковному селу Хорошова, который располагался в этой местности и вошел в состав Москвы в 360 году, теперь на его месте находятся микрорайоны Хорошова-Мневники. Вот, что касается жилых домов, то они тут все такие вот, типа дачи, дачи такие, коттеджи, таунхаусы, вот, некоторые такие очень престижные элитные дома, которые принадлежат таким знаменитым олигархам, знаменитым людям и Москвы, и вообще России. Здесь таких домов довольно много, там часть русской православной церкви принадлежит, часть там даже американскому посольству, там, ну, в общем, таким довольно известным людям. Ну, а часть еще осталось даже, еще с советских времен, когда-то стали появляться дачные такие поселки, даже еще до революции, отчасти, 15-го года, и, в общем, принадлежит, ну, вполне себе таким обычным, в общем-то, людям. Ну, потихонечку, не конечно, тоже землю скупает, и все больше и больше здесь, конечно, даже земля здесь просто золотая, без всякого привлечения, вот, и, конечно же, здесь все больше и больше селится людей богатых. Ну, и здесь что, конечно, ну, жилые дома тоже могут остановиться, если они все не похожи друг на друга, как правило, они кружены очень высокими заборами, за которыми их часто даже не видно, они там все утопают в зелени, особенно летом. Ну, а так, в принципе, помимо жилых домов, что здесь находится, есть некоторые другие объекты, это войсковая часть есть, прием МВД на четвертой линии, официальная резиденция отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви на второй линии, санаторий «Сребряный Бор» правительства Москвы, центр реабилитации «Сребряный Бор» на третьей линии, дом отдыха «Сребряный Бор» на четвертой линии, дом отдыха Большого театра, ну, вообще, довольно много домов отдыха, всякие санатории, там, в том числе, детский кардио-реоматологический санаторий, есть гостиница «Роял Зенит» и визу-центр «Зенит Интер» на первой линии, спортивные базы, много спортивных объектов, вот всякие базы «Водника», «Спартака», «ССКВМФ», «Динамо», «Яхт-клуб» находятся, ну, всякие такие спортивные строения. Причалы есть, «Серебряный Бор-2», «Серебряный Бор-1» сейчас не действует, только «Серебряный Бор-2» находится, и летом здесь курсируют теплоходы по маршрутам Троицы-Лырка, Острогино и дальше туда, вот, по, соответственно, Троицы-Лыково, да, ну, это и есть так, что кругосветка, ну, как бы такая, вокруг острова «Серебряный Бор», тоже от Троицы-Лыково до Троицы-Лыково. Ну, не знаю, сейчас ее 200 метров, раньше, по крайней мере, ездила, ну, все меняется каждый год по-разному. Ну, и самое главное здесь, конечно же, это именно сама зона отдыха, лесопарк «Серебряный Бор», вот, на этом, собственно, искусственном острове, окруженном Москвой-рекой, который возник в 1337 году, когда берега Серебряно-Борской излучной Москвы-реки соединили каналом Крашовской спрямления. В глубине лесопарка находится бездомное озеро, так называемое, ну, бездомное, конечно, у него есть, но довольно глубокое озеро, глубиной до 8 метров, которое было соединено с Москвой-рекой в середине 20-го века, но это было действительно озером, настоящим, не соединенным с Москвой-рекой. Лесопарк заменит сосновым бором своим, вот, здесь много сосен, действительно, стоящих, причем некоторым даже почти 200 лет, также песчаных пляжей очень много под рекам Москвы-реки, ну, из-за на этой территории славилась царская охота, и на птицах Старисей Михайлович оставил здесь, на территории Бора, соколиную охоту, а в 1885 году эти земли отвели под конный завод. В день 17 века здесь квартировал также гусарский полк, офицеры которого стали первыми дачниками, а вот уже здесь, на Сребряном Бору. В 1941 году на острове располагался военный штаб, в 1940-х-50-х годах он служил, здесь была добыча песка для строительства города Москвы, домов в городе Москве. Ну, одной из достопримечательностей является здесь Лемешевская поляна, театр под открытым небом, и раньше выступали многие известные исполнители. Среди поляны находится дуб 250-летний, много разных растений, конечно, разных деревьев, папоротники растут черника, брусника, многие занесли в Красную книгу, и камышовые заросли вокруг бездонного озера, много водоплавающих, и стростникового болота, много разных животных здесь обитает, в том числе самая крупная популяция Москвы ежей, также заяц, ласка, горностай, есть птиц очень много, камышовка, желна, дятла, луговой чекан, овсянка, есть также тритон, серая жаба обитает, обыкновенные уши, они внесены в Красную книгу Москвы. Ну, после Великой Отечественной войны это место, Серебряный порт, превратился без отдыха москвичей, в общем-то. Ну, и получил второе название Харашовский лесопарк. В 2007 году на остров был перекинут живописный мост с необычным пилоном, арочной конструкцией, с верным расположением вам. Красивый мост, так что обязательно на нем побывайте. Ну, здесь также много пляжей, некоторые с кабинками для переодевания, туалетами, арендой спорта инвентаря, шезлонгами. Ну, есть закрытый ход, и вход только по пропускам, такие виды пляжей, есть нудистский пляж, тоже закрытый. Ну, и всяких спортивных площадок тоже много, футбольные поля, теннисные порты, баскетбольные, волейбольные площадки, кроссовая трасса, ну, есть тоже открытый, есть, соответственно, закрытый, много тоже. Иногда часть пляжа арендует, допустим, какая-то, например, фирма типа Яндекса или еще какой-нибудь, допустим, на какое-то время, и тогда пляж закрывается. То есть, когда аренда идет, там ход только по пропускам для своих. Ну, а так, в принципе, ход общедоступен, тут несколько пляжей есть, вот, под номерами, там, один, два, три, и другие, четвертый, это нудистский пляж как раз. Ну, в общем, в принципе, отдохнуть здесь, конечно, можно, многие сюда приезжают. В общем, природа здесь, конечно, отлично. В бездомном озере идет кольцевая экологическая тропа, по водно-болотному годе озера, через вольеры, пруд, копынь, тростниковые болоты, цветники. Тоже можно погулять. Ну, в общем, здесь, конечно, стоит обязательно побывать, именно вот участки природы. Ну, дачи там, я не знаю, интересно кому смотреть, пожалуйста, смотрите. Но самое главное здесь, конечно, природа. Природа, отдых, опять же, купаться здесь можно, но тоже по желанию, так, может, просто позагорать, просто походить. Здесь есть парк «Ветеран», тоже в конце вот этого острова, там, на Таманской улице находится, в конце Таманской улицы. Так что, приезжайте. Ну, все, доехать на троллейбусе, по-моему, 21-й едет, прямо вот до Москвы-реки он доезжает, по всей Таманской улице он проезжает. Троллейбус от метро Полежайское, по-моему, Октябрьское поле, можно доехать. Вот, и все, и дальше, соответственно, прямо до конца вот этого Серебряного Бора, он весь этот остров проезжает от начала до конца. Все, так что, а дальше там уже пройти по этим линиям, если захотите, там, где как раз дача находится, по-разному, погуляйте по этому. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы.